Это Крым Реалий, программа о том, как живет оккупированный Крым. Я Дмитрий Евчин. Массовые задержания свидетелей Иеговы в Крыму. У них в брошетках написано, что их вера и истина, остальные это такси. За что преследуют верующих? Новые доказательства российской оккупации Крыма. Меня просто вырубили, я потеряла сознание. Камеру забрали, чтобы мы не сняли этих российских военных. Как 810-я бригада захватывала полуостров? Как россияне Крымский мост обвалили? Где солнце, море, мечта. Если вы спорите с идиотом, значит вас двое. Облава на свидетелей Иеговы в Крыму. Только за сутки российские силовики провели обыски и задержания в 30 домах верующих. Религиозная организация свидетелей Иеговы в России запрещена. Поэтому сейчас под прицелом ФСБ в Крыму оказалось около 8 тысяч человек. Почему их преследуют и поможет ли крымчанам головной офис организации в Соединенных Штатах? Снимать не надо. А что происходит, скажите, пожалуйста. Какая-то запрещенная организация, сектанты в России. Это одни из первых кадров, снятые журналистами Вести Крым. Корреспондент называет свидетелей Иеговы сектантами, говорит о масштабной облаве в Джанкое и обысках в 30 домах. Сектанты ведут себя очень замкнуто и на наши вопросы они отвечать отказались. А это уже оперативное видео ФСБ России. На этих кадрах обыски в доме руководителя местной региональной группы свидетелей Иеговы Сергея Филатова. Что именно изъяли, очевидцы рассказывали журналисту русской службы радио «Свобода». По словам сотрудников ФСБ была обнаружена литература, которая принадлежала издательству свидетелей Иегова, а также листовки с призывом не сдавать и не переливать кровь. Это одно из условий учения свидетелей Иегова. Журналы «Пробудитесь» и «Сторожевая башня» запрещены в России, а соответственно и в Крыму. По российскому законодательству эта литература экстремистская, как и религиозная организация свидетелей Иеговы. Сергею Филатову тоже инкриминирует экстремизм, но на время следствия его отпустили. А это уже видео, снятое накануне облавы. 78-летний Александр Урсу рассказывает, как из-за вероисповедания его семью принудительно переселили из Молдовы в Курганскую область России. Вспоминает, как их этапировали в 49-м. Поселили нас в вагон, потом братья сделали туалет, в полу они прорубили отверстие, чтобы можно было в туалет идти, и такую тряпку, шерму сделали. Во время Крымского рейда силовики пришли и к этому пенсионеру. Как сейчас проходят следственные действия, неизвестно. Ни один из фигурантов облавы на контакт с журналистами пока не идет. Свидетелей иеговы к экстремистам еще в 2017-м приравнял Верховный суд России. Подобные облавы уже год продолжаются по всей России. Более чем 175 тысяч граждан стали потенциальными преступниками. Их преследуют не за какие-то активные действия, а за то, что они продолжают подпольно проповедовать, утверждает исследователь религиозных меньшинств. Нет никаких персональных претензий к тем людям, которые сейчас сидят в СИЗО. Собственно говоря, не то, чтобы они совершали какие-то экстремистские действия. Следствие этого даже не утверждает. Оно утверждает просто, что они продолжают собираться, хотя им запретили. А запретили им потому, что у них в брошюрках написано, что их вера и истина, а остальные это такси. Ни в одном демократическом государстве эта церковь не преследуется. Свидетели Иеговы, как и христиане, выступают за каноны. Не убей, не укради и не навреди ближнему, разъясняет доктор философских наук Евгений Харьковщенко. Он не понимает, почему организацию называют экстремистской. Работают свидетели Иеговы одинаково во всем мире. Свидетели Иеговы имеют четкое строение. Это организация, которая имеет центр. Он находится в США. И из этого центра идут все рекомендации к деятельности этой организации по всем странам мира. Поэтому деятельность свидетелей Иеговы в Украине, она ничем не отличается от деятельности свидетелей Иеговы в других странах. Потому структурный центр, который организовывает эту деятельность, налицо. Мы связались со штаб-квартирой в США. И там нам сообщили, что о ситуации с притеснениями единоверцев в Крыму знают. По фактам дискриминации и нарушений права на свободное вероисповедание, из России уже направили 37 заявлений в Европейский суд. В России уже нет способов для борьбы. Поэтому наша организация уже подала иск в Европейский суд. И мы с нетерпением ждем его решения. Мы надеемся, что в будущем и власть, и государство поймут, что преследовать законопослушных граждан – это большая ошибка. По мнению российского адвоката Николая Полозова, уголовная ответственность грозит только верующим, которые занимают административные должности или ведут активную деятельность. Участившееся притеснение свидетелей Иеговы связывает с чрезвычайной близостью православной церкви и российской власти. Русская православная церковь Московского патриархата является прямым бенефициаром потребления человеческих душ. В условиях России, к сожалению, власть пытается подминать все, что ей не подконтрольно. В данном случае члены этой церкви, которые в принципе не идут на какое-то гласное или негласное сотрудничество с властями. 8 тысяч крымчан – члены организации свидетелей Иеговы по данным на 2017 год. В главном украинском офисе во Львове говорят, что единоверцам из Крыма помогут, но не на территории оккупированного полуострова. Следует отметить, что некоторые люди, возможно, даже решили покинуть территорию Крыма. Но мы хотим подчеркнуть, что религиозный центр в Украине не организовывал никаких массовых переселений. Поэтому как, что делать человеку и как себя вести в данной ситуации, он решает сам. Уже год, как свидетелей Иеговы преследуют, у них конфисковали все имущество. Но в главной штаб-квартире убеждены, что единоверцы не изменят убеждением и вряд ли прекратят свои службы. Свидетели Иеговы всегда будут верить в Бога и поклоняться ему. И несмотря на то, что нынешняя ситуация не позволяет это делать свободно, люди все равно будут продолжать служить своему Богу. Конечно, теперь, чтобы читать Библию и петь песни, люди будут собираться в маленькие группы и будут очень осторожными. Но они все равно будут верить в Царство Божье. По последним данным, в России и в Крыму из-за принадлежности к свидетелям Иеговы в СИЗО находятся 27 человек, еще 15 под домашним арестом. Статья «Экстремизм» предусматривает до 10 лет лишения свободы. Игорь Токарь, Ануша Витисян, Галина Терещук, Никита Исайко для Крым Реалии. Не зеленые человечки, а черные береты подготовили вторжение российских войск в Крым в 2014 году. Расследователи доказали, что 810-я бригада морских пехотинцев участвовала в захвате Крыма. Согласно договору между Украиной и Россией, это подразделение российской армии легально базировалось в Севастополе. Рассмотрим морпехов, которые захватывали Крым. Их покажет Игорь Токарь. Михаил Камлеев, Анатолий Шульга, Артем Еремин и еще два десятка морпехов. Это люди, которые в 2014 году захватывали Крым. Все они бойцы 810-й бригады. Вот их комментарии в соцсетях. Говорили, что зеленые человечки, а оказались черные береты. Там это было инкогнито. Красава, Крым возвратил. Будем там отдыхать теперь. Да, теперь можно отдыхать. А вот фото, опубликованное 16 марта в день так называемого референдума. Его автор – морпех Артем Малюга. На фото российский боевой десантный корабль «Георгий Победоносец» с бортовым номером 016. Он входит в Северный флот России, но почему-то пришвартован к Крымскому берегу. И у него открыты носовые ворота. Это же секретная информация. Тебя не посадят? Сашка, с сегодняшнего утра это вполне легально. Жека, это еще ничего. Вот что было внутри? Почему легально? Что происходит? Сашка, уже, можно сказать, в России служу. Этих военных идентифицировали эксперты неправительственного ресурса «Информ Напалм». Именно морпехи-810-ки перекрывали дороги, блокировали военные части и захватывали объекты критической инфраструктуры. За свои заслуги они получили от России медали за возвращение Крыма. Эти награды подписаны не министром обороны или каким-то генералом, а их же командиром, героем России Владимиром Белявским. Российские военные богаты и на идиотов, в том числе и 810-я бригада. Я передаю им пламенный привет. Публикации документов в соцсетях, наградные листы, награды за захват Крыма, фотографии, где они блокируют военные части. Это все, что называется разведкой из открытых источников, на которой и базируется работа нашей команды. 810-ка была сформирована еще в 67-м, как отдельный полк морской пехоты Черноморского флота. И в этом же году солдаты подразделения попали на шестидневную войну между Израилем и соседними арабскими странами. А уже в 90-х 810-ка была замечена в двух российско-чеченских войнах и в российско-грузинской войне 2008-го года. Есть много спекуляций относительно того, где российские войска. Так вот они, на грузинской территории и за пределами главной зоны конфликта Южной Осетии. И сейчас по дороге к Тбилиси. В Севастополе 810-я бригада имела несколько дислокаций. База на Херсонесскому полуострове была под усиленной охраной. Здесь взлетно-посадочная полоса, радиотехнический узел, отдельная пристань и уютная бухта. Крымчанка Татьяна Рихтун до аннексии жила в Севастополе и была свидетелем первых пророссийских провокаций. Роль 810-й бригады в захвате Крыма называют ключевой. Когда мы начали исследовать, что происходит, и когда мы поняли, что 810-я бригада – это центр всей операции, потому что туда, ну, во-первых, они очень удачно расположены. То есть это отдельный район Казачья бухта, это отдельно от города, это компактное проживание российских военных и их семей в основном. И это, как бы, свой выход в море. Эту бригаду использовали и для побега Януковича. По показаниям экскомандующего военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука, военная база 810-й была одной из тех, где разведка зафиксировала кортеж президента-беглеца. 23 февраля в 22 часа 50 минут по записям на территорию заехали с выключенными проблесковыми маячками два автомобиля ГАИ, один специальный автобус, семь внедорожников черного цвета и три 80-х БТРа 810-й бригады. В том числе, по данным разведки, которые мы имели в 23 часа, с 810-й бригады вышли две машины ГАИ и спецавтобус и проследовали в неизвестном направлении. В это же время украинская разведка фиксировала и выходы кораблей из Казачьей бухты. То, что Януковича прятали российские военные, на суде подтверждал и министр внутренних дел Арсен Аваков, который ездил в Крым, чтобы встретиться с Януковичем. По оперативным данным, которые мне докладывали, у меня была информация о том, что он заехал на дно из военских частей Российской Федерации, где они ему обеспечили выезд территории Украины в сторону Российской Федерации. До аннексии 810-я бригада была единственным российским военным подразделением на территории Крыма, которое имело в своем арсенале бронетехнику. Именно БТРы. 24 февраля заблокировали въезды в Севастополь. Только что местные власти сообщили населению, что за ночь вокруг города были установлены дополнительные блокпосты, дабы избежать каких-либо провокаций. Во второй раз российских морпехов Татьяна Рихтун увидела уже 25 и 26 февраля, когда в Симферополе проходили многотысячные митинги. А уже 27-го неизвестные захватили здание крымского правительства и вывесили триколор. Журналист подчеркивает, тогда в толпе четко отличала военных, хотя те и маскировались под гражданских. Я человек, который 20 лет имел отношение к армии, я могу 100% сказать, что этот человек был в форме вчера, позавчера, полгода, год назад, а сейчас он в гражданской одежде. Присутствие морпеха в захвате Верховного Совета Крыма тогда подтверждали и местные жители. Это десант, это десант, это российский десант, как они называют себя. А уже 28-го февраля зеленые человечки захватывали военный аэродром Бельбек. Это всего в 40 километрах от базы 810-й бригады. И этой же ночью у Бахчисарая, это уже в 60 километрах от 810-ки, журналисты телеканала «Украина» зафиксировали колонну БТРов. 10 БТРов проехали от Бахчисарая к Симферополю. Один из них остановился просто посреди города. Оказалось, что спустило колесо. На вентиляционных трубах нанесено флаг России. При появлении журналистов триколор прячут под одеялом. Зачем вы одеялами закрывали? Чтоб тепло не выходило. Ребята плохо прикрыли, там видите, все равно видно. Да, нормально. Такую же маркировку мы заметили и на этих фото. Это тоже Крым, только тремя годами раньше, в 2011-м. 810-я бригада проводит военные учения. А это уже кадры 3 марта и блокировка штаба ВМС Украины. Здесь была и Татьяна Рихтун. Она заметила, что некоторые группы пророссийских активистов митингуют вахтовым методом. Каждый час сменяют друг друга. Женщина решила проследить за ними. Меня просто вырубили, я потеряла сознание. А на какое-то мгновение потом оказалась на земле. Камеру забрали, чтобы мы не сняли этих российских военных. И камеру так медиа-центр и не получил обратно. Но я говорю, хочу сказать, что, скорее всего, это были десантники 810-й бригады, которые расположены в Казачьи, которые находились рядом с российскими военными, но в гражданской одежде. После этого идентифицировать морпеха 810-ки становится значительно труднее. Ведь полуостров уже заполонили и другие военные подразделения из материковой России. Их действия отмечались по Феодосии, по Керчи, по Дону Злаву и по отдельным частям, где было вооружение, арсеналы, базы. Мы понимали и знали, где они находятся. Координировали работу морпехов в Крыму Олег Росляков и Сергей Бордов. Олег Росляков в этом подразделении прошел путь от командира взвода до командира бригады, а уже будучи в запасе, руководил военизированной охраной 810-ки. В 2014-м же году именно Олег Росляков сформировал и возглавил так называемую самооборону Севастополя. Сергей Бордов во время аннексии отвечал за спецподготовку отдельных контрдиверсионных групп. У него был боевой опыт в грузинском конфликте и Второй русско-чеченской войне. 810-ки занимал должность заместителя начальника штаба десантно-штурмового батальона. Воевал в Сирии, погиб в 2017-м в провинции Хама. И хоть Сергей погиб далеко, но он защищал нашу родину. Однако никому из указанных лиц военная прокуратура Украины не выдвинула никаких обвинений. Единственный из 810-ки, кто имеет статус подозреваемого, заместитель командира бригады морской пехоты, подполковник Владимир Карпушенко. Мы спросили и в СБУ, сколько им удалось идентифицировать военных, которые захватывали Крым. В полученном ответе указано, что служба безопасности расследования дела по причастности российских военных в аннексии Крыма начала еще 12 марта 2014 года. Однако никаких имен или цифр пока не называют. Игорь Токар, Никита Исайко. Для Крымреалии. Почти половина украинцев верят, что Крым вернется в состав Украины. Это результаты исследования сразу двух социологических организаций. Крымреалии провели свой опрос в разных городах Украины. Он вернется, сам вернется. Таким будет промысел Божий. Безусловно вернется, потому что ложь долго не может существовать. Правда должна быть. Так не может быть, чтобы я пришел к вам в квартиру и сказал, что она моя. Мы очень этого хотим, но на самом деле, как это удастся? С нашим бардаком, который идет у нас в Украине, вряд ли народ Крыма захочет вернуться. Я думаю, что нет. Путин не отдаст. Ну, вы не отдаст этот Крым. Вы что, о чем вы говорите? Верю, что вернется. Ну, не знаю как. Я думаю, скорее нечем, да. В ближайшее время нет. Думаю, не раньше лет 50. Пока будет Путин, Крым там не вернется. Вернется, конечно. Географически Крым лучше быть с Украиной, чем с Россией. И снабжение, и вода. Рано или поздно, да. Конечно. Крым всегда был Украина и будет Украина. Також мы запитали кримчан, чи верят они, что півостров повернется до Украины. Мы видим перемены, которые здесь происходят. Поэтому никто не хочет возвращаться обратно. Я так думаю. Крым – это другой менталитет. У нас менталитет другой людей. Вернется, наверное, да. Лет через 200, может быть. Нет, потому что российская власть слишком много возможностей у нее, и она не допустит такого. Кому-то хорошо в России, кому-то плохо. Но если смотреть по голосованию, то большинство за Россию. Крым. Реалия. Пресс-секретарь Путина, спикер МИДа, ведущий пропагандистских телевизионных шоу. Вип-зрители премьерного показа фильма «Крымский мост» сделаны с любовью. В комментариях телеканалу «Россия-1» только позитив и восторг. Я только что написала у себя на странице легкие, летние, никак не могла вспомнить третье слово. Думаю, какой, какой, какой. И тут идет Дмитрий Сергеевич Песков, говорит, добрый. Я говорю, точно. Ребята играют здорово. Красивые люди. Солнце, море. Мечта. Сценарий к фильму написала главный редактор пропагандистского канала «Раша Тудэй» Маргарита Симонян. А руководил съемками ее муж Тигран Киасаян. Режиссер фильма говорит, что его творение о любви, а не о политике. Вообще никакого политического. Посмотрите, потом поговорим. Правда, никакого политического потекста. Если брать референсы, это «Высота», «Девчата». Советские фильмы. Киношедевр раскручивали российские и крымские телеканалы. Сюжеты со съемочной площадки регулярно готовили «Риа Новости» и «Керчнет». Но зрителям и кинокритикам фильм все равно не понравился. Самая популярная база данных о фильмах, АМДБ оценила картину в 1,1 балла из 10. А на российском кинопоиске, где рецензенты и обычные зрители, лента набрала лишь 2,5 балла из 10. Егор Беликов, автор разгромной статьи о фильме, утверждает, что лента пустая, а попытка скопировать советские комедии провалилась. Тщательно вычищена, вплоть до того, что там банально есть буквально одна реплика, наверное, за фильм в «Крымском мосту», где говорят что-то о политике. И это тоже, кстати, довольно двусмысленная речь, когда люди на рынке, говорящие по-украински, бьют одного из героев по лицу за то, что он сказал, что Крым аннексировали. Напрямую об аннексии в фильме вспоминают лишь в одном эпизоде. Однако пропаганду можно разглядеть в обычных бытовых моментах. Например, один из героев, крымский татарин, восхваляет Сталина, который депортировал крымско-татарский народ в 44-м. Вот недобитки, вот Сталин боех. Мы спросили у крымчан, понравилась ли им комедия на фоне Керченского моста. Ожидалась лучше, намного. Ну, так интересно, они по-своему это сделали комедии. Мы патриоты, мы жители Крыма, поэтому для нас это было очень важно. И потом красивые артисты. Ну, мне не понравилось, что русские татар играют. Зачем? У нас нет татарских артистов, и как-то немножко наигран не наш крымский разговор. Веселенькое такое кино. Ну, ожидали, что выживайся, честно. Ожидали больше, правда, и все выходили. Интересно, что треть стоимости фильма профинансировали из бюджета, откуда остальные деньги официально не сообщается. Государственные средства дали без всякого конкурса. Оппозиционный политик Алексей Навальный усмотрел здесь коррупцию. Деньги выделили без конкурса. Ну, мы понимаем, что фонд кино, он, в общем-то, какие-то конкурсы там условные. Деньги получает тот, кто люб нашему министру культуры, господину Мединскому, и тот, кто достаточно-достаточно усиленно облизывает власть. А вот в украинском агентстве по вопросам кино говорят, что с российской пропагандой тем же оружием бороться не будут. Председатель Госкино Украины Филипп Ильенко считает, что лучший ответ – это качественное, а не пропагандистское кино. Одна из целей, которой должна достичь пропаганда, это заставить своего оппонента втянуться в какую-то идиотскую дискуссию. Если вы спорите с идиотом, значит, вас двое. Мы заинтересованы, чтобы любой фильм, который создается, а тем более на какую-то важную тему, обладал высоким художественным качеством. Потому что не может быть ничего хуже, чем сделать плохой фильм на хорошую тему. В Госкино Украины проанонсировали минимум два фильма на крымскую тематику, которые выйдут в прокат в 2019-м. Это фильм «Черкассы» о военном тральщике, который прорвался из Крыма во время аннексии, а также документальная украинско-белорусская лента о жителях полуострова. Это была программа «Крымреалии». Мы показываем, что происходит в аннексированном Крыму. Смотрите нас в YouTube и соцсетях. До встречи через неделю. Продолжение следует...